В Омской области, как и по всей стране, власти продолжают избавляться от малогабаритных сельских школ. Сначала их доводят до критического состояния, потом закрывают. Такая ситуация сложилась в деревне Приветная Омского района. Наша съемочная группа побывала на сходе граждан, где обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе начальной школы. В здании школы деревни Приветная собрались родители учеников и неравнодушные граждане. Как гром среди ясного неба до них дошла информация о закрытии местной малогабаритной школы. Причем никакого официального предупреждения от администрации Омского района не было. Что называется, просто земля слухами полнится. Мне просто интересно, получается, мы бы пришли 1 сентября как нормальные люди, а в итоге и куда бы мы пришли? К закрытой школе? Нас бы, получается, даже не предупредили, по идее. Не знаю, так не делается, это нужно заранее как-то обсуждать с местными жителями все-таки. Смотрю, всем просто наплевать. Причиной крайней меры стало предписание от Роспотребнадзора, который обнаружил ряд нарушений по содержанию здания. В том числе, не в надлежащем состоянии коммуникации, освещения, нет теплого туалета. Деревянная постройка действительно не отвечает современным требованиям. Однако для того, чтобы сохранить школу, ничего сделано не было. Много лет даже покрасочные работы не проводились. За 10, за 7 лет, что мы принадлежим Лузинской СОЖ-2, вот это здание ни разу не красилось. Ни разу не красилось. Я его красила, когда мы были самостоятельной единицей. И это было где-то в 2007 или 2008 году. Естественно, она будет рушиться. За зданием-то надо следить. Ну, школа, конечно, вид ее, то, что мы видим перед собой, он требует вложения определения, чтобы эта школа была как школа. Конечно, учеников тут не так уж и много, но эта деревня, она должна в школу функционировать. В школе занимается 19 детей младшего школьного возраста. В случае закрытия образовательного учреждения выбор невелик. Ближайшая школа находится в микрорайоне входной. По словам возмущенных родителей, путь туда длинный и небезопасный. В то, что будет организован подвоз, никто не верит. Есть уже горький опыт пустых обещаний районных чиновников. Судя по тому, как возили учителя английского, он неделями не приезжал сюда на уроки, то, естественно, страшно, что подвоз организован нормально не будет. У меня сейчас стоит вопрос или уходить с работы, увольняться и водить ребенка на входную, ну или же учиться, сидеть дома вместе с ребенком. А, то есть на домашнем обучении? Ну да, ну выхода никакого. У меня душа болит, за ребятишек болит, во-первых. Маленькие есть ребятки, которые сами вообще добираются до школы, мама рано на работу уезжает. Девочка сама вот у меня ходит, она всю зиму с лопаткой проходила, чтобы от собак отбиться. Я не представляю, как она будет до входной добираться. На сход граждан прибыли представители районной администрации, директор Лузинской школы номер 2 Сергей Новиков, председатель комитета по образованию Омского муниципального района Юрий Задворнов. Последний, кстати, завидев камеру, слегка растерялся и в категоричной форме отказался от комментария. Однако ответ перед жителями Приветного им удержать пришлось. И вопросы в большинстве своем были неудобными, а эмоции собравшихся зашкаливали. Мы решили самостоятельно, за всех жителей. Ответьте, пожалуйста. На данный вопрос ответьте. В 10-м году я не принимал таких решений. Никто не принимал. Хорошо, давайте, я не отвечу вам на этот вопрос. Значит, это незаконно. Это незаконно. Имели право. По информации наших источников, высокие чины приехали на собрание с твердым намерением и подтверждающим документом школу закрыть. Присутствие телевидения застало их врасплох. На собрании решили изыскивать средства на ремонт. Что мешало сделать это гораздо раньше. Алла Левина, Сергей Чернов, Обком ТВ. Пока готовился материал, нам позвонили местные жители. Они сообщили, что сегодня прибыла целая делегация. Делали замеры здания. Очень быстро нашли спонсоры, которые будут приводить школу надлежащий вид. Субтитры создавал DimaTorzok